здравствуйте меня зовут екатерина коваль и я аналитик из фонда развития интернет инициатив сегодня мы с вами поговорим о бизнес инкубаторах и бизнес акселератор немного расскажу о структуре нашей лекции сначала мы разберемся а на каком же этапе развития проекта вообще можно пойти в бизнес инкубатор или пойти в бизнес акселератор далее мы посмотрим какие же различия между бизнес инкубатором и бизнес акселератором и уже поймем а в какой именно мы можем пойти на каком этапе вашего проекта можем пойти и в конце лекции я приведу конкретные примеры инкубаторов и акселераторов которые сейчас действуют в россии и так начнем на слайде вы можете видеть процесс вообще взросления проекта начиная от идеи масштабирования просто выход в большой бизнес именно акселераторы и инкубаторы они работают на двух этапах это идея и стартап именно вот на где-то примерно на этом этапе вы можете пойти в инкубатор или акселератор давайте же теперь разберемся в чё же разница акселератора и инкубатора основополагающая разница между инкубатором и акселератором это заключается в том именно что акселераторы свою основу закладывают программу обучения то есть вы приходите в акселератор и вы получаете программу обучения акселерация сама по себе это такое активация очень короткий промежуток за который ваш проект взрослеет вам дают консультацию вам дают менторство инкубатор в свою же очередь это в большей степени именно инфраструктурная площадка вы приходите это пространство это офис это техническая поддержка всего офиса именно со стороны инкубатора второй этап главный отличительный это именно временной фактор в инкубаторе в большей степени вы можете прийти и начиная от 12 месяцев и больше даже некоторые проекты существуют и живут в инкубаторе больше трех лет это абсолютно нормально жить там три года а если же мы говорим про акселератор это все-таки короткая программа это где-то три месяца как например у нас в фонде развития интернатив это три месяца акселерации то есть в большей степени и нет смысла находиться там дольше вы приходите короткий промежуток активации вашего продукта и вы выходите дальше на рынок следующий фактор по которому можем тоже различать инкубатор и акселератор это именно специализация у акселератора в какой-то степени она все-таки есть это больше интернет технологии не всегда но в большей степени это именно интернет проекта но нельзя забывать например в россии есть один из акселераторов который занимается именно акселерации ресторанного бизнеса бизнеса достаточно специфичный программа акселерации но она тоже такая есть если же мы говорим про инкубатор туда вы можете приходить с абсолютно любой идеей. То есть там нет ни какой-то определенной отрасли, с которой вы должны приходить, определенные проекты. Любой проект, любая идея, вы можете прийти в инкубатор. Следующий фактор — это аудитория, по которой можно различить инкубатор и акселератор. В инкубатор в большей степени люди приходят, когда имеют просто идеи. Как говорят, он пришел, как вот один человек со своей большой идеей. То есть ему даже не обязательно иметь какую-то команду, иметь конкретный проект. Он может просто иметь идею. В акселератор же вы должны приходить, когда у вас уже есть сформировавшаяся команда. Зачастую это еще люди уже приходят, когда у них уже оформлено как юридическое лицо. Или же оформляют юридическое лицо на моменте входа в акселерационную программу. То есть в акселератор требования определенные, которые указывают различные акселераторы, разные требования. Но зачастую у вас должно быть МВП, то есть минимальный какой-то ценный разработанный продукт, прототип вашего продукта, он уже должен существовать. То есть не только идея, но уже какой-то продукт. В инкубаторе все гораздо проще. Вы приходите и просто со своей идеей, со своей мотивацией вы можете там жить и существовать. И вы будете получать какую-то консультационную поддержку со стороны инкубатора. Следующий такой тоже важный момент именно это формат работы. Как же работает акселератор с вами? Как же работает инкубатор с вами? В инкубаторе, как я уже говорила, вы приходите и у вас есть именно инфраструктурная поддержка. Вам предоставляется офис, где или бесплатная аренда, если это какие-то более государственные инкубаторы. Или же за минимальную плату, которая гораздо меньше, чем просто на рынке, вы можете получить инфраструктурную полностью площадку, где будет ваше рабочее место, где будет техническая поддержка. И также со стороны инкубатора он будет не постоянно, но на какой-то периодичности вам оказывать консультационные услуги. Это могут быть юридическая поддержка, по налогам, юридическая, уже сказала, юридическая поддержка. Но в большей степени это именно инфраструктура. И у вас нет конкретного ментора, у вас нет конкретного наставника, вы просто работаете, существуете в этом пространстве. Если мы говорим про акселератор, там важно понять, что вы приходите, и у вас есть наставник, у вас есть ментор, у вас есть трекер, и у вас есть команда, с которой вы приходите, конкретный продукт, с которым вы приходите. И там уже важна именно программа обучения. Вас в течение трех месяцев активно учат и активно доводят ваш проект до определенного уровня. Это также зависит, на каком уровне вы пришли в акселератор. То есть, если у вас идея, есть разработанный продукт, то его, например, выводят на рынок. В акселератор вы также можете прийти, если, например, у вас уже есть первые продажи, но они почему-то заглохли, почему-то больше не идут. И вот этот период, как это преодолеть, вы можете пойти в акселератор, и с помощью вот этой акселерационной программы вас выдвинут на новый уровень. Или же у вас уже там много продаж, они почему-то тоже остановились, это тоже можно выйти на новый рынок. И это помогает акселератор. Таким образом, суммирая и разъясняя, в чем же основные разницы, то есть бизнес-инкубатор, это у нас инфраструктурная площадка, базовые консультационные услуги по вашему запросу. Ну, также это могут быть какие-то гостевые лекции, гостевые мастер-классы, но это не основная идея инкубатора. Он все-таки предоставляет это пространство. А если мы говорим про акселератор, это именно образовательная программа, которая за короткий период на эффективной основе доводит ваш продукт до определенного уровня. Важно отметить, что в инкубаторе вы платите аренду или субаренду за площадку, где вы работаете. В акселераторе же большая часть акселераторов работает за долю вашей компании. То есть, например, у нас в акселераторе это 7%, это очень маленькая доля от вашей компании, но за это вы получаете часть каких-то инвестиций, и плюс находитесь под надставничеством, под руководством вашего ментора. И это очень такая активная программа, которая действительно доведет ваш продукт до чего-то. Если вы задумались, куда же пойти, если вы думаете, что их мало в России, их очень много в России, и акселераторов, и инкубатор. Далее на слайдах я перечислила такие, не могу сказать, что это прям главные акселераторы или главные инкубаторы. Просто это те, куда вы можете обратиться. Я указала ссылки, по которым вы можете перейти и конкретно прочитать, узнать, а где специализируются, на какие проекты больше направлены, например, эти акселераторы. Здесь вот есть целый перечень. Например, первый я указала Фонд развития интернет-инициатив. Также есть акселераторы в Санкт-Петербурге, в Казани, очень много акселерационных программ, куда вы можете обратиться. Также на следующем слайде я перечислила, какие инкубаторы есть. Инкубаторы, вы спросите, а как они вообще существуют, за счет чего? Потому что аренда — это не такие большие деньги, которые может заплатить стартап. Они существуют за счет как донорства. Они обычно существуют или при государственных учреждениях, или при университетах. Огромное количество университетов, крупных, они действительно на своей базе формируют инкубаторы. И как раз-таки оказывают вот эти дотации, которые они дают инкубатору, они получают от доноров, от госучреждений или от университетов. И также здесь вот приведены приметы, такой ХСЕ инкубаторы — это инкубатор на основе университета Высшая школа экономика, где вы также можете прийти и воспользоваться всеми услугами, которые предлагает инкубатор. И на основе вот этих перечислений, которые я сделала, которые привела вам, мы хотели бы вам дать небольшое задание, чтобы вы сами потренировались, а как же все-таки найти, как мне понять, куда мне пойти. Давайте я базово скажу, если у вас есть идея, у вас, скорее всего, нет компании, но у вас есть какие-то собственные средства, то однозначно вам надо идти в инкубатор, потому что там вы получите вашу инфраструктуру, где вы будете работать, и ту такую экосистему, люди вас будут окружать, которые, возможно, вам смогут помочь с вашим проектом. Если же у вас есть уже прототип продукта, если у вас есть команда, и вам, скорее, уже нужны финансовые какие-то инвестиции, вам нужна поддержка с финансовым смыслом, вам нужна поддержка интеллектуальная, то есть со стороны ментора или трекера, то тогда ваша дорога в акселератор. И мое задание из перечни тех акселераторов и тех инкубаторов, которые я привела в слайдах, и из тех кейсов, которые я описываю, описано три кейса компании. Пожалуйста, посмотрите, зайдите на сайт и найдите, а куда лучше с таким проектом пойти. Или же будет тоже полезно задание, задумайтесь, а какой у вас проект. Может быть, вы тоже сейчас можете пойти в акселератор или в инкубатор, и сейчас самое лучшее время, чтобы попробовать это сделать. Спасибо вам за внимание, инвестируйте в свое будущее.